Божественная литургия Восемь столетий назад, 27 ноября, великий полководец принял монашеский постриг в Федоровском монастыре и закончил здесь земную жизнь, став навечно небесным покровителем древнего города. В память о событии того далекого дня в древней обители архиереи Нижегородской митрополии совершили торжественное богослужение. Многоликий образ Александра Невского, мужественного воина, мудрого дипломата и хранителя православной веры, незримо соединил в эти дни и всех участников Александра Невского молодежного регионального форума. В этом году он проходил в Грации во второй раз и собрал представителей молодежных парламентов и правительств, коррекционных центров по работе с православной молодежью не только Нижегородской области, но и многих городов страны. Во время работы круглого стола, который проходил в рамках форума, они говорили о современных подходах к патриотическому, нравственному и духовному развитию подрастающего поколения, обсудили ряд предложений по совершенствованию регионального законодательства в этой сфере, а также молодежные инициативы по подготовке торжеств к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Они будут отмечаться в 2021 году. Кроме того, здесь был дан старт общероссийской информационно-просветительской кампании «Будь достоин памяти великих предков», которая продлится вплоть до мая будущего года. Упирации инициатив, которые были озвучены сегодня на данной конференции, они уже реализуются и в нашем регионе, и в районе в том числе. Наверное, некоторые моментики дают для себя учел и, возможно, будем реализовывать в планах молодежной администрации Уринского района для дальнейшего продвижения таких проектов, как Александр Невский и имя России и ряд других творческих проектов. Проект «Александр Невский. Слава духу имя России» в этом году побил все рекорды по количеству участников. На конкурс было прислано около полутора тысяч работ. Авторы – люди самых разных возрастов, разнообразная география – Нижегородская, Ленинградская и Пензенская области, Ставропольский край и Малоненинский автономный округ. На конкурсе представила эссе. Это была эссе на тему «Что объединяет людянейшие страны?». Я считаю, что людянейшая страна объединяет патриотизм. И это как нельзя лучше подошло к теме вообще великого воина Александра Невского, собственно говоря, кому и посвящен этот конкурс. В конкурсе «Александр Невский. Слава духу имя России» я принимаю не первый раз участие. В этом году я представила работу, это видеоролик «Подвиг сквозь века». Это видео об Александре Невском. Использовался материал стихотворения прекрасное, мы нашли на просторах интернета. И взяли отрывки из фильма «Современная экранизация», фильм «Александр Невский». Таким образом у нас получилась работа. Нам присудили третье место. Была тема именно любви к родине, патриотизма. То есть это было позволительно в этом конкурсе, и не именно Александру Невскому. И вот поэтому написал именно это стихотворение, потому что очень люблю свою родину, свой край. Ямал. Как много в этом слове. Он будто говорит «Ямал». И никогда мы не забудем, что предками нам был он дан. Ведь все эти земли и просторы велели предки сохранить. Хранить животных, лес, озера, природу местную любить. Победители и призеры проекта «Александр Невский. Слава дух и имя России» получили заслуженные награды. Их вручил епископ Городецкий Ветлушский Августин. То, что они творят, то, что они делают, то, что они нам привозят, то, что они сегодня вообще вот демонстрируют, скажем, показывая свои возможности, я вижу, что это уже на другой духовной, на другом духовном основании, на другом фундаменте духовном, на другом нравственном фундаменте. Мы нашли ту тему, тот предмет, который сегодня не только интересен России, он может быть некое путеводное начало для России. Служение своему отечеству на примере Александра Невского стало темой обсуждений на круглом столе, участниками которого стали юные дарования межрегионального проекта. Затем ребят ждали занятия в школе личностного развития, где речь шла о главных жизненных ценностях – здоровье, нравственности семье. Именно здесь мы можем найти запись о рождении вашего предка какого-то, его родителей, дата, когда он родился и дата, когда его христили. Вечером всех участников Александра Невского форума, а также жителей городецкого района, ждало, пожалуй, самое красивое и запоминающееся действие – торжественное народное шествие Александр Невский «Помним, верим, чтим». Молодые люди с зажженными свечами прошли по улицам древнего города от бронзового монаха Федоровской обители до памятника славному Витебе земли русской на городской набережной. И здесь вновь и вновь звучали слова о величайшей роли святого благоверного князя в истории России. Мы помним, каким он был дипломатом, мы помним, каким он был воином. И для нас особая честь чтить его заветы, его правила и то, что он оставил нам. И, как говорил благоверный князь, не в силе Бог, а в правде. Так давайте будем эту правду и нести. Святой и благоверный великый князь Александр, моли Богу о нас. Чувства, эмоции какие-то необычные, невероятные, радостные за тех людей, которые оставили все свои дела в единственный выходной. У кого-то, может быть, это и пол выходного. Оставили все и пошли ногами по скользкой дороге от памятника Александра Невского в монастыре, где он представлен как монах Алексей, до памятника на набережной. Со свечами в знак почтения его памяти, в знак того, что он жив в наших сердцах. И эти чувства дают основу, что наш народ встает. Он постепенно расправляет крылья в добре, в благочестии, в понимании того, что жизнь, она не такая, как она была в 90-е годы, не такая, какая она, может быть, показана по телевизору в сериалах. Она вот, жизнь, она такая, она в памяти, в памяти наших сердцах. Образ Александра Невского, он будет современным всегда, потому что он олицетворяет те качества, которые всегда были присущи русскому народу. Это умение собирать вокруг себя представителей самых разных народов, самых разных конфессий. И Александр Невский с своими действиями, своей жизнью, своей политикой, в том числе подвигами, ратными, он определил во многом дальнейшую историю развития русского государства, которая превратилась в могучую Россию и включила в себя большое количество совершенно разных людей. Именно дипломатия Александра Невского, обращенная на Восток, она открыла возможности для объединения вокруг Руси совершенно разных культур. Помним, верим, чтим. Слова, выложенные зажженными свечами под ножей памятника Александру Невскому, это и гордость за его свершение, и признание его подвигов, и стремление также преданно любить свою Родину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова